друзья всем привет вы на канале gg меня зовут влад и сегодня у меня в рейс пойдет вот такой вот самосвал если вдруг вы не знаете чей вот этот логотип то это новая модификация от автора код 76 rsk камаз с новой кабины да еще и с полуприцепом с самосвалом наверняка самые внимательные уже обратили внимание что я стою на лесопилке догадались да друзья этот кузов предназначен под длинные бревна и хотя я думаю что автор специально сделал длинные бревна такие более короткие потому что если их распаковать то в распакованном состоянии не будут длиннее ведь какие но зато в распакованном состоянии мы с вами давайте я подзаведу машину можем поднимать и опускать наш кузов давайте покажу как это выглядит сейчас начнут поленки съезжать с нашего самосвала но ничего страшного мы их удалим плюс вы еще можете давайте переключусь на прицеп вы можете еще открыть задний борт этого к сожалению здесь не видно потому что он такой идет под наклоном но в принципе идея очень клевая мне прям безумно нравится закрывать если что я нахожусь в висконсин потому что именно здесь есть лесопилка с длинными бревнами пока в канаде я вот не помню шибко чтобы там были у нас где-то необходимы длинные бревна а вот здесь естественно огромное количество мест которые вам нужно этот груз отвезти клаксон и давайте еще раз наверное я погружу поленки в кузов и будем выдвигаться куда поедем поедем мы с вами с нашей горный лесопилки вот сюда до гаража дальше я уйду вот на эту второстепенную дорогу это не самый ближний маршрут к нашей точке но зато он более внедорожный проеду вот здесь здесь кстати стоит вторая такая машина немножко другая но из этой же серии и если я не ошибаюсь по вот этому маршруту выйду вот сюда к ферме и буду здесь разгружаться кстати в конце этого ролика обязательно покажу что можно еще установить на вот эту машину визуально и не визуальные какие есть опции хотя о своей функциональности дополнительной нагрузки в этой машине практически по моему все что можно я установил вот видите сзади такой тяжелый кран погрузчик в стиле татры но вот предназначен под погрузку бревен но все хватит болтологии давайте буду плавненько выдвигаться машина полноприводная задние сдвоенные баллоны есть модификация 6 на 6 и обратите внимание особенность вот этот вот облеск на дисках он почему-то крутится вместе с колесами то есть в гараже смотрится все правильно то есть отражение идет от пола а вот когда ты едешь видимо где-то чуть-чуть не досмотрел еще обратил внимание пока сюда ехал вот эти молдинги которые закрывают топливные баки они немножко такие визуально резиновые потому что вот по маршруту то и дело камаз будет изгибаться и вы увидите как изгибаются вот эти вот немножко резиновые накладки фары такой же ксенон такой ксенон светит ярко гаишники не останавливают видите вот о чем я говорил молдин как раз получается резиновый его можно удалить если что и тогда там будет просто топливный бак но я хотел показать вот как машинка выглядит с именно ним именно с ним наверное так правильно будет сказать но чисто по физике уж через чур он какой-то будто перчевый так аккуратненько вот здесь в обход иду я моим машина естественно полноприводная полная внедорожная подготовка у нее так что с точки зрения проходимости здесь никаких вопросов нет плюс за счет вот этого дополнительного крана мы немножечко нагрузили нашу морду и спокойно пробираемся вверх машина у меня самым слабым двигателем ведь как синон немножко китайский видимо мигает он будет помигивать так вот немножечко видимо закрывает когда его кенгурятник вот поэтому с точки зрения опять же подготовки двигатель номинальный всего по моему их там 4 или 5 опять же приблизительно столько же коробок можно поставить разную меня как обычно установлена точечная такая позволяет более скажем так гибко настраивать скорость автомобиля ну и идет он у меня на штатные подвески не стал устанавливать высокую хотел посмотреть насколько машина будет чувствовать себя вот в такой модификации эти сделают первый кадр в этом ролике и постараюсь заезжать во все лужи во все ямы чтобы испытать вот ну насколько грузовик проходимый бревна немножко гуляют по полуприцепу уперлись мы бампером тут уже тупо геометрия давайте немножко буду сдавать назад хотел видите пройти вот максимально тяжело но бампером уперся вот он и никак кроме опять же бревен в этот полуприцеп вы ничего не загрузите то есть вы не сможете упаковать допустим парочку элементов не знаю там таких как металлические трубы либо допустим кирпичи либо еще что-то можете конечно их загружать но вот не упакуйте и соответственно потом кстати тоже прикольный кадр не выгрузите до сих пор не понимаю почему авторы игры никак не сделают ну какую-нибудь ручную разгрузку потому что во многих заданиях мы встречаем с вами надписи кстати давайте немножко переведу время все таки это обычная игра не игра плюс и здесь время у меня все таки движется сделаем картинку поярче так вот понятно что авторы хотят сделать избежать какого-то читерства до чтобы не грузили по 25 палет в кузов и все это выгружали за один рейс вместо пяти но с другой стороны примеру сделайте так что вы загружаете и выгружаете как-то опционально при помощи погрузчиков и получаете за это ну какую-то док награду может быть это будет финансовая составляющая либо еще какая-то но принцип загрузи возьми машину с погрузчиком но приехав к точке бета не сможешь это разгрузить самостоятельно при помощи опять же крана только разгружаясь кузова груз должен быть упакован и . да вот здесь как-то я бы на месте авторов все-таки просчитывал вот такие вот вещи чтобы играть и проходить 100 runner был интереснее в зависимости от твоего опыта плавненько медленно пытаюсь съезжать отсюда давайте выключу дифференциал пойду просто на понижайке буду тормозить скоростью аккуратненько я кстати на месте кота знаете как бы сделал я допустим сделал бы два вот таких самосвала один бы был предназначен ну к примеру для вот таких бревен а во второй мы с вами вы могли грузить какие-то более массовые грузы те же самые палеты с досками допустим да или металлические балки такая классика может быть плиты то есть любые стандартные штучные грузы потому что сама идея по себе если дифф сама идея по себе вот такого самосвала я думаю что в россии такие машины видели многие а очень крутая и самое прикольное что в модификации две машины кстати если хотите чтобы в следующих рейсах я испытал такой же автомобиль но не тягач который вот как вот этот короткобазный классическую машину с кузовом самосвал да еще и с прицепом давайте ставить лайк под этим видео я пойму что вы как бы не против посмотреть испытать второй грузовик немножко с другим кузовом с другим прицепом вы за такую историю булыжники опять же попадаются мне под колеса вот в очередной раз убеждаюсь насколько это визуально может быть прикольно смотрится да с точки зрения переездов наездов на камни но с физики да если смотреть на это я все жду когда у меня бак будет распорот кардан погнется и так далее ну как-то это все согласитесь гораздо веселее специально вот как будто еду на какие-то камни хотя те кто смотрит меня давно прекрасно знают я очень не люблю любые булыжники камни валуны потому что но немножко бестолковые и вот не получаешь от них какого-то толком урона ты наверное с большей вероятностью получишь урон просто разогнавшись вот как я сейчас на асфальте чем где-то наехав на большой камень напомню что сейчас плавненько спущусь вниз вот этой горки уйду налево и пойду уже по пересеченные местности по грунтовке с лужами хотя с другой стороны там есть очень неплохой переезд если вот я сейчас ушел направо когда спустился с горы если же уйти налево там будет неплохой брода в котором я очень конкретно засадил крас 255 со всей брутальной внедорожной амуницией груженый и потом всем гаражом дружно пытался его оттуда вытащить была прикольная история долгая неторопливая но вот в другую сторону можно было тоже поехать там всего лишь один такой момент с препятствием а вот здесь будет несколько луж через который будет интересно пробираться кстати сейчас покажу вам вторую машину если я сумею проехать как выглядит штатный грузовик вездеход не тягач с кузовом опять же самосвал и еще и с прицепом самосвал так что если интересно смотрите и как мы договорились если захотите увидеть рейс с той машины что это тоже прикольный кадр до заезжает в лужу такой ксенон красивый у него и мы тогда сделаем рейс на той большой машине она немножко длиннее и по-моему предназначена под короткие бревна я уже заранее расставил грузовики по точкам где думал загрузиться но к сожалению вот на верхней лесопилке длинные бревна присутствуют а на 2 которую сейчас буду проезжать там коротких не оказалось и машину придется перепарковывать точку где будет производиться погрузка кстати для этой версии кота нет фирменного крана только погрузчики вот такой тяжелый под бревна и по моему классический пятитонник идет под обычные палеты медленно не спеша аккуратненько с резиновой накладкой между ступеньками и задними колесами я пробираюсь дальше прикольная вот эта карта висконсин наверное я бы не назвал ее самой лучшей за все сезоны но здесь огромное количество бревен есть очень крутые подъемы очень крутые спуски и мы с вами в свое время делали несколько рейсов длинных бревен на разные техники доставляя по я пускал достаточно сложному маршруту сегодня у меня рейс будет не самый длинный но после вот этого заезда я перемещусь в гараж чтобы показать вам что есть из тюнинга для вот этой версии тягача но а если мы с вами решимся все-таки сделать еще один рейс на обычном вездеходе тогда покажу что можно установить на него потому что к этой машине вы можете поставить вот такой тяжелый кран пару аксессуаров с запчастями и топливом и в принципе по моему два седла все а вот у той машины есть несколько интересных решений в виде кузова и как раз я постараюсь опять же в следующем заезде это все дело показать под ту версию прикольно идет медленно вот за что люблю точечные коробки что ты всегда можешь подстраивать как ты хочешь но здесь вы видите что на автомате с номинальным двигателем грузовик идет очень медленно неторопливо и получается действительно красиво ухожу вот сюда направо сейчас плавненько мы у меня сегодня что-то все кадры из вот этого ракурса пассажирской стороны но согласитесь круто то есть вот по крайней мере вот еще один лайк поставьте если вы со мной на одной волне мне безумно не хватает сноураннер всех сыпучих грузов которые возможны торф земля песок гравий может быть посмотрите сколько идей чтобы выстраивать мосты и будущие до возводить опоры где-то к примеру делать ну какую-то насыпь чтобы прокладывать какие-то трубы железнодорожные мосты к этому же я уже не раз говорил можно очень круто развить историю с доставкой спецтехники экскаваторов бульдозеров и так далее вот сделай пласт и делай прям dlc я не знаю там новые карты с новой техникой круто конечно круто купил бы я да правда сейчас со сноураннер не все так просто в плане покупки на территории нашей страны по моему белоруссии еще по моему на украине вот я бы с удовольствием оформил бы такой dlc с нужной техникой причем с удовольствием бы ездил где-нибудь расчищал бы себе дороги на бульдозерах вот вам куча идей развивайте игру в нужном направлении еще один кадр заберу в копилку и игроки скажут отдельное спасибо потому что сейчас ну что мы с вами получаем вот в 10 сезоне сделали новый кран сейчас обновлением 11 сезона по моему появится новый кузов для огромного песчаного грузовика из вот этой версии как бы все то есть вот сейчас кстати обратили внимание если вы катаетесь на модифицированной технике некоторые авторы модов и это что такое было за новогодняя елочка у меня помигала может быть просто как-то что-то все-таки с бампером там идет просвечиваются огни не так я имею ввиду сейчас многие авторы делают наборы покрышек для своих машин и в этом есть большая доля рациональности потому что ну к примеру я постоянно катаюсь на грузовиках от вот этого автора код 76 rsk еще есть очень крутые наборы от янсерс от сова игл но пока у них я вот не встречал отдельно набора покрышек а другие авторы потихонечку начинают делать вот такие вот паки да и другим словам опять же наборы когда ты устанавливаешь допустим 3-4 модификации тяжелых грузовиков и при этом каждому грузовику штатно уже в этом моде идут еще покрышки то есть вы загружаете больше мегабайт чем могли бы а так вот загрузили 3-4 мода а покрышки у вас идут одни от единственной модификации и где-то понемножечку там не знаю там по 15 по 20 мегабайт мы смогли бы вот так вот экономить это очень круто так вот я не помню по моему здесь можно подъехать к ферме или нет кстати обещал показать грузовик видите вот на дальнем плане он стоит тоже самосвал с таким же прицепом видите такой трехосник крутой но он немножечко подлиннее опять же это обычный вездеход у меня именно тягач более короткобазный вот здесь есть я правильно помню по моему есть переезд на ту сторону по камням только я не помню если такая история вот сюда элеватору допустим и я сейчас прям утону утону давайте попробуем в конце концов если что второй грузовик рядом он нас давайте перейду на понижайку на див вытащит вот и поэтому к некоторым модификациям я уже потихонечку начинаю устанавливать вот такие вот моды отдельно покрышек особенно когда ты качаешь несколько грузовиков потихонечку экономим потому что допустим у кота есть модификации камазов и они весят очень много другими словами скачав одну ты уже думаешь какие прицепы я смогу еще активировать потому что другую технику уже никак не впрючьте очень соответственно тяжелые некоторые модификации мы плавно с вами подъезжаем к зоне разгрузки давайте так аккуратненько сделаю еще один кадр вот по моему с вот этого ракурса можно тоже забрать потихонечку тонет наш камаз ну вот проехал по моему по всем тяжким можно еще сделать небольшой круг подсчета давайте я прям выключу дифференциал посмотрим как сейчас будет пробуксовывать камаз немножко кстати буквально на днях у меня на втором канале вышел заезд на скауте я помню что вы не очень любите внедорожники больше считаете грузовики но я сам не ожидал что так получится скачал мод land cruiser 300 там как называется по-своему чуть-чуть проехал на этой машине без тюнинга практически я обнаружил что машинка очень неплохо идет получается очень натурально и в результате сделал небольшой просто вот подъем в горы знаете такой без цели получилось круто то есть машина очень натурально ведет себя на минимальном тюнинге на штатной подвеске чуть ли не по моему не на штатном размере колес может быть немножко деревянный у него салон но с точки зрения поведения на бездорожье мне машина понравилась если тоже интересно ссылочку оставлю где-нибудь вот здесь верхнем правом углу переходите и после этого рейса смотрите то давайте добавлю немного скорости прям что-то совсем у нас как-то камаз замедлился доставка готова давайте будем разгружаться отлично ну и плавненько сейчас перепрыгнул в гараж чтобы показать что у нас по тюнингу этого автомобиля вот из прицепов я имею ввиду из полу прицепов там каких-то больших нововведений нет относительно самой машины сейчас под затюнингуем покажу что можно еще установить за кабину какие есть колеса и так далее друзья как и говорил в этом наборе две модификации вот такой тягач он чуть дешевле практически стоит 69 тысяч и есть еще вездеход он дороже 73 практически с половиной мы сейчас говорим с вами про тягач и давайте я немножко покажу как в длине отличаются у нас два грузовика вот эта версия тягача обратите внимание расстояние от бака до задней оси и сейчас перейду в вездеход сделаю то же самое и вы видите там естественно расстояние гораздо больше и сама машина естественно длиннее перехожу обратно в тягач двигателей как и говорил 5 штук у меня вот стоял вот этот номинальный дальше по коробкам 4 по подвеске вот у меня стояла серийная есть активная есть высокая но на мой взгляд все таки вот так машинка смотрится гораздо интереснее особенно когда у вас задние баллоны сдвоены если конечно вы ставите 6 на 6 то возможно здесь вот такой вариант будет тоже прикольно смотреться очень понравилось что кот обратил внимание и сделал новые покрышки для своих машин вот смотрите есть шоссейные сдвоены два типа причем по трем опциям там стоит пункт отличный на трассе и на бездорожье и в грязи дальше фирменный его покрышки медведь эта версия уже 6 на 6 и вот здесь как раз появляются новые разновидности колес которых у нас с вами не было также можно установить версию 6 на 6 специально для зимы есть шиповные колеса и есть соответственно с цепями лебедки которыми я как правило особо не работаю не устанавливаю 5 штук есть серийная есть еще 4 максимальная длина по-моему лебедки у нас 4 штуки дополнительных и штатная серийная средняя самая длинная на 37 метров дифференциал постоянный вы не можете его никак ничего с ним сделать он будет присутствовать в этой машине запасные колеса вот обратите внимание есть две версии с большим топливным баком на 1000 литров и запасом запчастей 400 плюс одно запасное колесо есть к примеру вот такой вариант где топливный бак на 700 но зато у вас две запаски шноркель также по умолчанию установлен на грузовик штатно его нельзя снять находится вот этой стороны кабины ну и несколько модификации кузова да я уже показал что можно установить обычный погрузчик если вы к примеру устанавливаете какую-то допустим бортовую платформу сзади ведь полуприцепа есть мини кран захватом для бревен который был установлен у меня ну и пара сидушек по тюнингу передняя сторона вот такие противотуманки которые были установлены на моей машине дополнительно защита баков но вот если ее не ставить на мой взгляд вот так с топливными баками открытыми тоже прикольно смотрится по переднему бамперу вы можете поставить только кенгурятник который был у меня и по старой доброй традиции увидите у кота номерной знак фонарями то закрыт решетка радиатора никак не меняется просто появляются небольшие надписи которые я говорил самом начале которые я говорил самом начале интеркулер turbo и мустанг и несколько разновидностей дисков если у нас установлены штатные шины от шоссейного грузовика то диски будут всего одни вот видите помните я говорил что есть отражение от пола в гараже вот здесь отражение смотрится правильно но вы сами видели когда машина находится в движении отражение как-то ведет себя неправильно абсолютно если мы с вами поставим сейчас допустим какие-то внедорожные колеса допустим вот эти я уйду в тюнинг дисков то у нас будет три варианта такой более классический наверное более современный еще есть вот такая версия я не знаю по моему не видел визуально на камазовских машинах раньше таких дисков может быть эта версия от современной техники но также здесь она присутствует у грузовиков доступно несколько расцветок как монотонные так и с двойным окрасом есть несколько таких ярких вариантов но на мой взгляд вот светлый смотрится очень прикольно вот именно в мелочах чему и о чем я говорю обратите внимание что сейчас кабина и к примеру задние накладки над колесами они смотрятся приблизительно одинаково если сделать машину темный двухцветный видите низ получается черным а сзади и накладки остаются светло-серыми это как-то уже немножечко не бьется давайте я сейчас пробегусь по цветам чтобы вы могли посмотреть и наверное обратить внимание на те которые нравятся именно вам вот так вот так тоже неплохо а я сейчас дополнительно примеру установлю опцию по моему здесь она была защита баков да и вот посмотрите как сейчас будет смотреться машина с цветными накладками сзади ну вот как-то выбиваются такое впечатление как будто машина не новая и задние крылышки у нас как-то немножечко выцвели хотя может быть так и должно быть если все-таки сделать монотонный окрас у грузовика то это выглядит совершенно иначе друзья ну что он на этом наверное моменте буду плавно завершать свой ролик напомню что если хотите увидеть вторую часть модификации самосвал вездеход не забудь поставить лайк под этим роликом и обязательно его в ближайшее время сделаю все друзья не забудьте подписаться если еще этого не сделали а мы с вами увидимся уже следующих рейсах пока пока а